Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Когда мне было 18, я ходил на собрание Церкви Божией Вирджинии. Там была книга Кеннета Хейгена «Завет». Тогда я не знал о докторе Хейгене. Эта книга изменила мою жизнь. Я вырос в церкви и считал себя грешником, спасенным по благодати, которого ждут небеса. Но доктор Хейген показал мне, что отношение с Иисусом — это завет, как между мужем и женой. Они берут одну фамилию, а имущество одного начинает принадлежать другому. Послание о завете изменило мою жизнь. Я часто говорю, что самое большое откровение, какое я только получал, состояло в том, что Иисус действительно любит меня. Он не желает убить меня. Он не носит с собой биты, чтобы врезать мне, если у меня появятся неправильные мысли. Благодать Божией послания о завете изменила мою жизнь. Сегодняшнее послание называется «Отдыхая в слове Рэма». Это второе по значимости послание, которое изменило мою жизнь. Я начал понимать, как Бог оживляет Писание через Дух Святой или обращается к вашему Духу, и вы понимаете, что можете сделать невозможное. Я дам вам исторический контекст слова «Рэма». Вы должны понять, как был написан Новый Завет. А написан он был на коине. Это древнегреческий язык. Значит, общий. Это была разговорная форма, на котором говорили в Римской империи. Римляне говорили на латыни, а евреи — на иврите. Греки же говорили на греческом. Все потому, что эллинизм повлиял на эту часть мира. Вот почему Новый Завет не написали сразу на иврите или латыни. Он был изначально написан на иврите. В Новом Завете есть определенные греческие слова. Я уже готов углубиться в вопрос слов, появляющихся в Новом Завете, но это уведет нас от темы. Я хочу поделиться с вами одной фразой «Слово Божие». Написано так, «Ибо Слово Божие сильно и действенно». Это местописание находится в Послании к евреям, 4 главе, 12 стихе. В английском Новом Завете фраза «Слово Божие» появляется 45 раз. Но если читать весь Новый Завет, то там также используется слово «Слово». Он сказал им слово, но по слову Твоему сделаю. Иисус начал говорить слово. «Сеятель сеет семя». «Семя» — это тоже слово, вы помните. Когда в английском написано слово, то мы обычно думаем о Библии, потому что считаем это словом. Однако во время четырех Евангелий не было четырех Евангелий. Это история о служении Иисуса Христа, которые потом оказались именно в этих Евангелиях. Когда апостол Павел говорил о Писании, то имел в виду Тору, Псалмы и Пророков. Ветхий Завет цитировался сотни раз в Новом Завете. И те четыре Евангелия, книга Деяний, послания и книга Откровения, все это собрали воедино в конце четвертого столетия, сделав это каноном или правилом. Я говорю об этом потому, что, читая истории на английском, вы увидите слово «слово». Но если бы вы читали его на Койне, то там было бы слово «логос» либо «рэма». Одно из двух. «Логос» упоминается в греческом Новом Завете 316 раз. Слово «рэма» упоминается 63 раза. Под греческим Новым Заветом я имею в виду оригинал. Если посмотреть на фразу «слово Божие» в оригинале, то там будет либо «логос» либо «рэма». В чем между ними разница? Чтобы понять эту разницу, важно понять два других слова — «времена» и «сроки». Библия говорит, что нет смысла писать о временах и сроках. Восстановишь ли ты царство в это время? Не вам знать времена и сроки, которые установил Отец. Это две ссылки на времена и сроки в Новом Завете. Слово «времена» — это «хронос» на греческом, а «сроки» — это слово «кайрос». Опять же, у них два значения. «Хронос» — это хронологическое время. Это человеческое время. Я родился 23 июня 1959 года. Пожалуйста, отметьте этот день в календаре. Но это небольшая шутка, но это действительно день моего рождения. Я родился в это время. Я могу сказать вам, что в определенном возрасте был призван на проповедь, потом принял Духа Святого, женился, у меня родились дети. В хронологическом порядке моей жизни были определенные события. Я не могу сказать вам сейчас, какой будет хронология моей жизни через 24 часа. Кроме того, в Новом Завете используется слово «кайрос», которое означает определенный момент в вашей хронологии. Это определенный момент, когда Бог дает вам откровение, открывает свою волю, призывает на служение. Это могут быть разные вещи. Я хочу сказать сразу, «логос» связан с хроносом, а «рэма» связана с кайросом. Иначе говоря, «логос» связан с человеческим временем, а «рэма» связана с судьбой. Слова «логос» и «рэма» не появились вместе с Библией. Эти две фразы были известны еще до написания Нового Завета. Авторы Нового Завета взяли эти два слова, чтобы описать что-то в Писании. Я всегда говорю людям, откуда беру информацию. Я не из тех, кто всегда говорит, «Господь сказал мне». Я взял это у другого проповедника, но это один из величайших проповедников, которого зовут Тюдор Бисмарк. Он будет проповедовать на нашем главном мероприятии. Я хочу, чтобы вы увидели, откуда появились «логос» и «рэма». Платон, Сократ и Аристотель связаны с этими словами. Платон придумал это слово «логос», это концепция. Он думал о том, как взять идею и сделать ее практичной. Он начал объяснять эту идею своим ученикам. Одним из его учеников был Сократ. У него была дневная и вечерняя школа, в которой они обсуждали, как сделать «логос» действенным, практичным и рабочим. Вы можете слушать много хороших проповедей. Но если вы не знаете, как молиться, то зачем учиться молитве? Вот почему ученики сказали, «Научи нас молиться». И что же сделал Господь? Он дал им молитву-пример. Дневная школа стала школой «рэма». Они начали говорить о том, что нужно брать «логос» и активировать его, превращая в действие слово «рэма». Спустя 50 лет их идея стала рабочей. Но Сократ покончил жизнь самоубийством, а Аристотель впал в депрессию на долгих 12 лет. Тогда царь Македонии, Филипп, захотел обучить своего сына у великого греческого философа. Он предложил эту работу Аристотелю. Говорят, что он начал обучать сына царя с 7 или 10 лет. Он передал ему все идеи, касающиеся войны и повседневной жизни. И в их числе была и идея о том, как превратить «логос» в «рэм». Он 12 лет учил этого мальчика. За эти 12 лет обучения он научил его, как быть великим мировым лидером. И в 20 лет этот молодой человек был готов. В 20 его считали гением. Он знал, как менять вооружение, как разрабатывать стратегии. Он начал воевать за Грецию. В итоге этот мальчик, которого научили, что такое «логос» и что такое «рэма», и как использовать их на практике, стал главой империи, Александром Великим. Все слушали о греческой империи в библейских предсказаниях и об Александре Великом. В 30 лет он управлял большей частью мира. Он пошел в битву с 30 тысячами человек против миллиона и победил их. Он придумал удлиненное копье. Оно выглядело обычным, но потом удлинялось. Он один из лучших военно-командующих в истории мира. Пожалуйста, внимательно следите за ходом моих мыслей. Когда мысль выражена на бумаге, это «логос». Когда же она активирована, это «рэма». Я повторю еще раз. Когда мысль выражена на бумаге, это «логос». Когда же идея активирована, это «рэма». Позвольте объяснить. Написано «вначале было слово», и слово было «у Бога», и слово было «бог». Оно было вначале «у Бога». В Евангелии от Иоанна Иисуса называют не «рэмой», а «логосом». Почему же так? Потому что Иисус — это проявление Бога. Он — явление Отца воплоти. «Кто видел меня, видел моего Отца». Так говорит Иисус. «Логос» говорит о богодухновенном слове. «Ваша Библия — это богодухновенное слово, логос Божий. Как же нам взять написанное и перенести в наш разум и дух, чтобы действовать согласно Ему, делая его живым словом рэма?» Это поможет вам понять нечто важное. «Можно проповедовать слово 500 людям, и 450 из них скажут, «Мне это нужно, это изменило мою жизнь». А 50 скажут, «Я ничего не получил от этого». Вы когда-нибудь такое видели? «Я получил такое благословение». А я и ни слова не понял. На самом деле, нечто не перешло из логоса в рэм. Слова Христа — это логос. Если открыть Евангелие от Марка и посмотреть на 4 главу, где рассказывается притча о Сеятеле, то там не говорится, что Сеятель сеет рэм. Там сказано, Сеятель сеет логос. А Слово Божие, которое проповедовали в Деяниях, 37 раз переводится как логос. Сейчас я отдам вам логос, мысли, концепции, выражения Божие. Я делаю это уже прямо сейчас. Я даю вам концепции, определенные слова. Но вера без дел мертва. Я могу учить вас поклонению и говорить, что хлопать — это нормально, потому что так говорится в псалмах, нормально поднимать руки, потому что Павел говорит об этом. Но есть люди, которые не будут хлопать или поднимать руки. А знаете почему? Логос не стал для них рэмой. Они слышали лишь концепцию мысль, выражение, чтобы Библия ожила для вас, чтобы вы приняли обетование Божие. Как вам сделать это, знаете? А вот как я дам вам сабит. Я не помню, как точно сказал Вайнс, потому что не планировал говорить об этом на руинах Хоразима, одного из городов, в которых проповедовал Иисус. Так вот, Вайнс сказал как-то так. Слово «рэма» — это конкретное слово для конкретного случая и времени, связанного с духом человека. Я вернусь к пробуждению исцеления. Мой отец вышел из пробуждения исцеления в 1948 году. Мой отец сказал бы вам, что когда ему нужно было молиться за людей, которые нуждались в исцелении, то их было всего два вида. Они слушали слово и приходили посмотреть, случится ли что-то. И когда он молился за них, они говорили, «Брат Стоун, молитесь за меня. Я верю, что однажды будет то-то и то-то». И вот такие люди ничего не принимали. Когда они откладывали, то абсолютно ничего не получали. Другие же говорили, «Брат Перри, позовите своего отца. Я ехал полтора часа, чтобы получить сегодня слово от Бога». Он сказал, что «Если вы помолитесь, то что-то случится». Они не просто слышали слово, а ожидали происшествий. И это не было психологическое ожидание. Оно было в Духе. Когда ваш Дух с радостью принимает то, что вы слышите, тогда Слово оживает для вас. Я часто проповедую о вере, пророчествах и войнах. Но когда мы проводим конференции, то по воскресеньям я проповедую о Духе Святом, его связи с последними временами и излиянием Духа. Мы видели 180 тысяч людей, которые были крещены Духом Святым и начали говорить на иных языках. Я заметил, что Духа принимают те люди, которые слушают. Я вспоминаю 130 тысяч баптистов, потому что некоторые думают, что их больше, чем людей на земле. По крайней мере, на юге. Я знаю, что в некоторых баптистских церквях есть определенная теология касательно Духа Святого. Но мы видим обратное. Я верю, что дары есть и сегодня. Я учился у человека, который действовал во всех девяти дарах. Я видел это своими глазами. Один человек сказал, «Мейбл, я следовал за этим учителем 10 лет». Все это время он был прав. Может быть, он прав, и насчет Духа Святого. Они выходили и принимали Духа Святого. Тот логос, что они слышат, оживает в их духе и превращается в Рэм. Я помню, как Господь сказал мне наставить поколение. Я спросил, «А что мне делать?» Он сказал, «Построй место собрания». Я собирался строить место собрания во время худшей рецессии, когда три банка в моем городе не собирались давать мне кредит. Я понимаю их. У меня не было гарантии прибыли. Нельзя прийти к банкиру и сказать, «Но я доверяю Богу». Это не работает. Но мы сделали это и выполотили все еще до завершения строительства. В сумме этот проект стоил 22 миллиона долларов. Бог сделал это. Но экономика падала, люди теряли работу. Я знал, что это сказал Бог. Я знал, что это был голос Божий. Если Он сказал, что сделает, то сделает. Как бы мне хотелось, чтобы у меня было побольше времени, потому что я буквально только начал. Итак, вы должны научиться слышать. А ваш Дух должен понимать, когда к Нему обращается Дух Святой. У меня есть много историй. Господь обратился в апреле 1998 года ясным голосом в мои уши в 6 часов утра. И он сказал, «Моя воля, чтобы губернатор Техаса стал следующим президентом Соединенных Штатов Америки». Я не знал, кто тогда был губернатором Техаса, а это был Джордж Буш-младший. Я помню, как встретился с ним в Израиле 6 месяцев спустя. Это сняли на видео. Я пожал ему руку и сказал баллотироваться в президенты. Это было в ноябре 1998 года. Он сказал, что его как раз переизбрали на пост губернатора. После этого он полетел на вертолете с Ариэлем Шароном и сказал, «Ты будешь следующим премьер-министром Израиля, а я буду, соответственно, следующим президентом». «Откуда ты знаешь?» Он сказал, «Потому что трое человек у западной стены пророчествовали об этом». Возможно, он вам не нравится, и вы думали, что выборы были сфабрикованы, но Бог все еще управляет этим миром, независимо от того, верите вы в это или нет. Бог поднимает, кого захочет, и снимает, кого захочет. Как-то Господь побудил меня сказать Тиффани, которая заведует молодежью, за два года до свадьбы, что она выйдет замуж за Нейтана. Я услышал голос. Я проснулся и сказал, «Пэм, Пэм, Тиффани выйдет замуж за Нейтана». «А кто такой Нейтан? Не знаю, ложись спать». Вот что она сказала. Через несколько лет она встретилась с этим парнем, она всегда говорила мне, что у него будут голубые глаза. Я всюду искал парня с белыми волосами и голубыми глазами. Я говорил таким, «Можно я вас сфотографирую?» А потом я отсылал ей фото и спрашивал, «Это он?» «Тиффани, это он?» А она отвечала, «Хватит присылать мне фото неизвестных парней. Пусть Бог приведет его ко мне». И Бог привел к ней ее мужа, Нейтана. Я хочу сказать, что Бог говорит и сегодня. Если вы слушаете, слово — это финальное откровение. Мы не можем выходить за рамки слова. Но нам нужно слово «Рэма» от Бога. Иисус сказал Петру, «Брось сети». А Петр ответил, «Господи, мы рыбачили всю ночь, но по Рэме Твоей, по Твоему слову, я заброшу сети». И его ждал великий улов. Мария сказала, «Да будет мне по Слову Твоему». Меч Духа — Слово Божие. Знаете, какое слово там стоит? Не логос, а рэм. Оружие, которое вы используете в битве, это то, чем Бог укрепляет вас на бой. Это Писание, которое Он открывает вам внутри. Вот что такое рэм. У меня осталось еще полторы страницы. Довольно много материала, которым я хочу с вами поделиться и сделаю это обязательно. Это одна из самых длинных проповедей. я постоянно сворачиваю на другие дороги в Израиле. Мы с нашей группой были в Паразиме и вернемся к вам буквально через минуту. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы узнать о наших новых предложениях. Кроме того, мы расскажем о предстоящих мероприятиях на этот год. Мы очень благодарны вам за поддержку. Давайте поаплодируем Господу за то, что Он делает здесь. Аминь. Перри Стон написал и выпустил книгу «Новое время для ангелов». В своем исследовании Перри ответил на эти вопросы. Есть ли ангел рядом со мной? Почему они выглядят как люди, а не как крылатые ангелы? Как зовут ангела исцеления, о котором учила церковь? Приходит ли ангел смерти к умирающим, чтобы забрать дух? Помогают ли ангелы биться с бесами, атакующими семью? Дозволяет ли нам Бог просить ангелов открыть истину неспасенным? На эти и другие вопросы Перри ответил в книге «Новое время для ангелов». Глобальная деятельность пророков активизирует служение ангелов в эти дни через видение и сны. Узнайте в 19 главе «Бытия» о том, как ангелы появляются в облике людей. Перри включил в издание 21 вопрос об ангелах, включая случаи, когда животные могут видеть ангелов или ощущать их. Перри написал, как родителям молиться об ангельской защите над детьми. Данное издание содержит 12 динамичных глав, где исследуются потрясающие грани истины, которые дадут понимание в вопросе об ангелах. При заказе книги вы получите диски с учением Перри, как отразить самые жестокие нападения сатаны. Автор расскажет о том, как одолеть депрессию, духовный гнет и мысли о самоубийстве. Дорогие зрители, закажите новую книгу вместе с набором из дисков онлайн по ссылке, которую вы видите на экране или позвоните по телефону, который мы представляем вашему вниманию здесь. Кодовое слово ANG131. Отправьте нам пожертвования в размере 30 или более долларов и сделайте этот запрос. Уважаемые телезрители, пожалуйста, не забудьте записать адрес служения Перри Стоуна, который вы видите на экране. Мы ждем ваших заказов. Вы когда-нибудь видели, как ваша собака ощущает кого-то в доме, хотя никого, кроме вас, нет? Она может стоять у окна и лаять или лаять в комнате. Я покажу вам в этой книге на основании Библии, что Бог открывает глаза животных, особенно домашних, позволяя им заглянуть в мир духов. Вы скажете, я никогда не слышал о таком. Об этом говорится в Писании. Это самая интересная книга об ангелах, какую вы только читали. Я гарантирую вам это. Это здравое библейское учение, в котором вы найдете невероятные истории. Обязательно закажите это предложение, чтобы фестиваль Манны и дальше выходил в эфир. Закажите это сегодня. Мы с радостью вышлем его вам. Кроме того, я хочу вкратце упомянуть о том, что мы будем в разных местах, часть из которых вы видите на экране. В феврале мы будем в Миссисипи, мы поедем в Южную Каролину, в Техас, там мы будем в районе Хьюстона. Мы также постараемся приехать в Оклахому. Мы приедем в Юту и Аляску. На нашем сайте вы сможете найти полное расписание наших служений. Я советую вам посетить мой сайт, адрес которого вы видите на экране, и посмотреть на наше расписание. Мы просто не успеваем рассказать вам о всех местах за короткое время нашей передачи. В январе мы будем в основном учить по воскресеньям. У нас будет много интересных служений в январе. Следующий год начнется активно, и нам нужны ваши молитвы. Мы верим, что Бог желает послать пробуждение в США, если люди готовы к Нему. Я хочу, чтобы вы не забывали, что в книге Иоиля сказано, что в последние дни Бог изольет Свой Дух на всякую плоть. Сыновья и дочери будут пророчествовать. Старцы будут видеть сны, а молодые – видения. Бог говорит, что изольет в эти дни от Духа Своего. Грядет великое излияние для сыновей и дочерей молодых людей. Я верю, что Бог коснется этого поколения, чтобы излить Свой Дух. Не пугайтесь. Это правда. Когда я начал проповедовать 18, 20, то все были так разделены по деноминациям, что редко общались друг с другом. Все сидели только по деноминациям. Со временем этот Дух был разрушен, и теперь разные люди, независимые, баптисты, харизматы, методисты и так далее собираются вместе. Мы поняли, что являемся телом Христовым. Мы должны сотрудничать, потому что вместе будем на небесах и Новой Земле. Я верю, что Бог ждал этого поколения, потому что молодое поколение смотрит на отношения. Они не спрашивают, в какую церковь ты ходишь. Бог ждал нужного времени, чтобы излить Свой Дух на всю плоть, сыновей и дочерей. Я призываю вас посещать разные места, церкви, конференции, где движется Дух Святой. Там Дух Святой крестит вас, и вы получите Его дары. Нет ничего лучше силы Божией в вашей жизни, которая поможет вам молиться, поклоняться и следовать за Господом. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok